Всем привет! Сегодня у нас покупки из фикс прайса. Давайте посмотрим. Урвала я вот такую бутылочку для воды для детей. Ну, можно, в принципе, и не для детей. В общем, я такое подобие брала в детском мире. А эту я взяла за 99 рублей. Написано 3+. Ну, у меня ребенок как бы с года уже такой пользуется. Это очень удобно. Так, внутри там ремешок есть. Сейчас мы его посмотрим. Достанем. Я ее еще не распаковывала. Так. Ой, как же обратно-то закрутить? Что-то не закручивается. В общем, бутылочка на 400 мл. Ну, достаточно такая большая бутылочка. Сюда все, что угодно можно. И воду, и соки, и чай, и еще что хотите. В общем, это для прогулки вещь очень удобная. Ребенок ее сам может пить. Вот годик моей. Она, например, не понимает, что надо такую соской опрокидывать. Она не понимает. Ей проще вот так взять и пить. И погрызть можно немножко. И попить заодно. В общем, классная бутылка. Рекомендую. Так. Дальше взяла вот такие вот штанишки. Штанишки, штанишки. Так, скажу, 26 размера. Меньше там не было. У меня у дочери 24, наверное, размер. Ну, как бы, и ладно. В общем, взяла такие штанишки. Там к бабушке куда-нибудь ее возить. Или еще что-нибудь. Да, в принципе, знаете, они вот и достаточно прилично выглядят. В принципе, можно и так куда-нибудь одеть. Что тут у нас в составе? 67% хлопок, 25% полиэстер, 8% лайка. Ну, в принципе, они вот такие прям тепленькие. За 99 рублей, я считаю, что, ну, пригодятся. В общем, в холодные времена подойдут. Далее взяла вот такой контейнер для специй. Это прям вот для меня нужная вещь. У меня специи по всему ящику. Болтаются, разваливаются, везде рассыпаются. В общем, надо наводить порядок. Сколько тут получается? 4 деления. Давайте вставим их. В общем, классный контейнер. Просто суперский. Все специи можно сюда все уместиться. Будет занимать мало места. Не так, как у меня все там валяется. У меня тоже как бы контейнер, но у меня туда не помещаются они. Так вот, в рост. В общем, классная штучка. Если я успею выложить, я все оставлю фотографию, как это выглядит. Так, дальше. Взяла вот такие прищепки. Это не новинка. Взяла чисто для своего вискозного платья, которое я постирала при температуре с 30 градусов. Хотя надо было его стирать при 30 градусов. Вот я хочу попробовать его вытянуть. Так, закрепить снизу, сверху прищепки. Не знаю, получится у меня это или нет. В общем, жалко, платье новое. Я вот так вот не доглядела. Так, взяли мы с мужем вот такую штучку в машину. Это переходник. Или как он, адаптер правильно называется. Чтобы можно было телефон в машине заряжать. Не знаю, работает нет. Вот, его надо проверять в машине уже непосредственно. Выглядит, конечно, так стрёмненько. Конечно, сделано в Китае. Это понятно. В общем, такой все хлипенько и прозрачный. Тут пластик вообще. Просто все видно. Зачем мне вот такой пластик делать, не знаю. В общем, не знаю, что сказать про нее. Попробую. Будет работать, не будет. Ну, такая штучка пригодится, в принципе, в машину. Мало ли что. В случае всякий. Телефон сядет. Мало ли GPS. Лишь что пригодится. Так, дальше вот такую. Взяли мы ребенку поиграться. Обязательно берем игрушки. Это какая-то касса. Не знаю, что из себя представляет. Интересно, кнопочки работают, не работают. 99 рублей. Тут вот написано. Приложи сканер к товару. Сработай звуковой сетовой эффект. Если нажать на большую кнопочку, откроется кассовый лоток. В общем, не знаю, что сказать. Так, что тут у нас на скотче. Это мы сразу убираем. Это нам не надо. Так. Как оно все это работает? Наверное, сюда надо батаре... А, вот, кассы. Ха, прикольно. Если у меня ребенок поймет, что тут надо нажимать, это будет круто. Так, ну, конечно же, здесь батарейки. Так, сейчас мы батарейки вставим. Вставила я батарейки. В общем, на клик это криво наклеено. Могли бы хоть поаккуратнее. И вот так это работает. Она светится. Не знаю, видно. Давайте потушим. Вот. В общем, это вся функция вот этой кассы. Ну, можно вот еще ящик выдвигать. Тут сюда, типа, денежки класть. И вот эта штука, она снимается. В общем-то. Почему-то. Вот такая игрушка. Интересно будет, как моему ребенку вот эта штука. Что она будет с ней делать? Не знаю. Наверное, она ее сразу вырвет. И придет ей конец. Ну, в общем. За 99 рублей на неделю пограться, думаю, может быть, хватит. Так, ну, как обычно, взяла вот эти салфетки. Это уже ни для кого не новость. И все про них знают, что салфетки обалденные. Очень удобно вот эта крышечка. Клевые. Другие даже вот брать не хочу. Пользуюсь все время только этими салфетками. Дальше взяла вот такие же носочки. Вот даже ценники из 55 рублей. Мне они тоже понравились. И мне уже две пары таких есть. Тут вот силиконовые штучки на пятки. Мне очень нравится. У меня на ноге они хорошо держатся. Не спадаются. Их не видно из-под кроссовок. Кет. Очень хорошие носки. 85% хлопка. Так что классные. Там еще другие есть. Другие я не помню. Пробовала, нет. Я, по-моему, только вот эти. Зувей брала. Так. Ну, и вот такую штуку мы взяли. Ну, конечно, нам интересно стало. Это игрушка из скользун. Из чего сделаны уже полиэтилен, полипропилен и вода. Давайте распечатаем. Ну, вот я, честно говоря, покупаю игрушки не по возрасту. Ой, какая классная штучка. Вообще. Это просто круто. Там еще какая-то... Это... Какие-то штучки вон плавают там. Дождики какие-то. В общем, я не знаю, как ей играться. Она вот так вот передвигается. Ой, укатилась. Ну, так-то она не липкая снаружи. Очень интересно посмотреть на реакцию ребенка. Что она будет с ней делать этой штуковиной. В общем, она вот так вот выворачивается до бесконечности. Выворачивается, выворачивается. Ой, убегает. Она как-то она держится. Ну, и пошла у нас тут еда. Взяла вот такую ламтишку попробовать. Что-то новенького захотелось. Не знаю, вкусное-невкусное. 8 штук. 55 рублей. Как бы это недорого вообще. В принципе, попробую. Если попробую, подпишу, как мне понравилось или нет. Дальше. Взяла вот такие вот мяфли. Почему мяфли? Не знаю. Изделия хлебобулочные, сдобные мяфли. Взяла тоже. Мне что-то вот такого мягкого захотелось. Они, в общем-то, мягкие. Состав вообще там не страшный абсолютно. В общем, попробую, скажу. Взяли вот такое еще печенье с кофе. Попробовать, как оно будет. Вкусно, невкусно. Посмотрим. Попробую, напишу. Так, ну, из еды, конечно, и малышу своему я всегда беру. Конечно, тут она у меня очень большая для таких пюрешек. Но, когда я ее отправляю там к бабушке, обязательно я кладу баночку такого или такого, чтобы там с пюрешкой или что, чтобы бабушка там не готовила. Я такие штучки всегда беру. Также я беру вот такие соки. Я их беру, когда совсем уж далеко надо ехать. Например, в бутылке оно не так долго хранится. Может испортиться сок, закиснуть. А в коробочке все-таки сохраняется лучше. Поэтому у меня всегда вот на пожарные всякие случаи есть вот такие соки. А вот это вообще я первый раз вижу, не заметила. Даже как у меня муж вот это взял. Что это такое изображено? Мишка, наверное. Тоже какие-то мармеладки. Жевательный, желейный мармелад. Вот реально, вот состав, это вообще для кого такой пишут? Вот я, например, не знаю, только, наверное, под бупы смогу это разглядеть. Хотя я и с нормальным зрением. Ужас. Но неужели нельзя покрупнее написать? Не знаю, что там в составе. Честно, я даже не прочитаю. Наверное, желатин, если желейный написано. Тоже узнаем, что это такое на вкус. Вот такой взяла набор контейнеров. Их тут 4 штуки, 99 рублей. Решила выбросить все свои старые контейнеры. Так, здесь вот написано 0,4, 0,73, 0,3 и 2, 1 литр. Ну, я думаю, вряд ли я буду пищу измерять. Так, это сверху, как я поняла, крышки. Мне очень важно, чтобы контейнер закрывался плотно. Ой, он еще и здесь заклеил. Чтобы вот плотно-плотно. Ну, вот хорошо, закрытый. А, надо посмотреть, кстати, подходит на микроволновке. Ничего не написано. Не написано, подходит или не подходит для микроволновки состав пластмассы. Не знаю. Да, думаю, наверное, подходит. Ой, я даже открыть-то не могу. Господи. Может, еще где-то заклеен. Ой, ух ты. Классно. Слушайте, вообще, и хранить вообще вот в таком порядке очень даже удобно. Давайте все просмотрим. Сделано в России. Наверное, тут вот RR. Что-то вроде это как по ГОСТу считается. Не знаю, есть ли ГОСТу контейнеры. Классно. Все прекрасно закрывается. Так, мы сейчас все проверим. Как же без этого. Очень классные. Каких надо размеров, в общем-то, есть. Закрывается очень плотно. Вот даже открыть не могу. Настолько плотно закрывается. Класс. Я вообще довольна этими контейнерами. Сейчас вот попробую. Вот, смотрите, как плотно закрывается. Это очень классно, что плотно. А то те у меня уже такие заюзанные контейнеры. Можно их на мусорку. Ну и теперь покупочки из Галамарта. Взяла вот такой стеклоочиститель. Или как он правильно называется? Окномойка. В общем, он такой длинный. Вот. Это, наверное, на вытянутую руку будет расстояние. И он еще откручивается. Кот у меня запел. В общем, он откручивается. Еще раскладывается. Я ее уже попробовала. Мне очень понравилось. Я раньше никогда не пользовалась такой штуковиной. Постоянно только тряпками. В общем, мне очень понравилось. Цена у нее 179 рублей. Вот такая фирма. Бумажечка у меня сохранилась. Вита. Или Витей правильно читается. В общем, мне нравится. Хозяйство пригодится. Взяла перчатки для того, чтобы мыть полы. Размер у них М-ка с ароматом розы. Сейчас понюхаю. Правда, вы представляете? Да мне не верится. Действительно пахнет розой, вы представляете? Так, надо внутри понюхать. Вообще здорово. Вы знаете, такое вот, когда покупаешь перчатки. И когда одеваешь, вытаскиваешь руку, рука потом этой резиной воняет. А здесь вот прям розами пахнет. 55 рублей. Цена этих перчаток. Вы посмотрите, какие длинные. Классные. М-ка размер. Повышенная прочность, пишут. Я ни разу не брала у них перчатки. Гипоаллергеновое хлопковое напыление. Интересно. Испробую. Так, вот сейчас вытащу руку, скажу, воняет. Нет? Нет? Ну, и чувствуется немного прям вот резина. Ну, не так вот прям катастрофически, как после обычных перчаток. Так, ну, я довольна. Дальше взяла вот такие штучки, дрючки. Это такие прилипучки для того, чтобы вешать сюда брительный станок. Очень мне стало интересно, потому что они у меня вот так вот лежат, эти брительные станки. Постоянно на них хлорка скапливается. Их потом отмыть невозможно. Я подумала, может быть, их на стену прицепить. Стоит такой 40 рублей. Думаю, это не сильно, это дорого. Попробовать можно. Вот себе и муж взяла. Других расцветок там не было. И самое главное, что я купила там вот такую лампу. Она крепится к столу, чтобы вам было светлее смотреть мои видео. Очень я люблю много освещения. Сейчас я ее закреплю и покажу вам. Прицепила я, в общем, эту лампу к столу. Вообще клевая. Вот у меня даже нету слов, как назвать то, что мне нравится эта лампа. Она потрясающая вообще. Она вот в каком положении ее поставил, в том и она осталась. Вот этот логоточек, как его еще назвать, он прям вот до самого стола загинается. Это просто потрясающая лампа. Сейчас я вам покажу, как светит. Вот тут такой вот включатель-выключатель. Светит просто обалденно. Я очень довольна. Вот у меня такая же наподобие лампа. Но она у меня на такой вот подножке. И вот ее, она у меня вот падает периодически. Она не так сгинается, как та. Ее приходится вот прям долго как-то выравнивать. И вот эта лампа из Леорло Мерлен. Не могу выговорить название этого магазина. Эта лампа стоит 1000 рублей, а вот эта 660. Я вообще не знаю, зачем я купила за 1000 рублей. Один в один. Вот механизмы практически одинаковые. Так что, девочки, кто ищет хорошую лампу, имейте в виду, в Галамарте 660 рублей всего лишь. Такую же вот лампу за 660 рублей вы просто нигде не найдете. Я очень долго искала. Вот случайно прям нашла. А вот эту, кстати, маленькую я тоже брала там. Рублей за 350. Ну, она как подсветка, может быть, и подойдет. Но она все равно не такая яркая, как вот эта. Просто клевая. Так что, вот так вот, девочки. Я довольна своей покупкой. Ну, в общем-то, и все. Вот и все покупочки. Вот такой был обзор. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Пока-пока.